Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал Настоящее Время, в эфире программа Археология, в студии Сергей Медведев. Удивительный год 2020. Если бы в январе кто-то сказал, что что-то из этого станет реальностью, я бы посмеялся. Закрытые границы, подмены Конституции, вечное правление Путина, отравление Навального. И тем не менее, все это сегодня правда, а год еще не кончился. 2020 стал годом сбывшихся тоталитарных антиутопий. Почему они сбываются, и есть ли шанс выйти из порочного круга антиутопии? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. В 2020 году в России продолжается волна политических репрессий, направленная на подавление любой политической активности в стране. Вновь возбуждаются дела по Дадинской, 212-й статье и 284-й, осуществление деятельности нежелательных организаций, которые являются антиконсистонным инструментом влияния на политических и гражданских активистов в России. Сегодня по одной из этих статей продолжается суд над муниципальным депутатом Юлией Галяминой, процесс который проходит сегодня в Тверском районном суде. Политику грозит тюремный срок и запрет на участие в выборах за неоднократное нарушение порядка проведения митингов. Дело Галяминой уже восьмое в России по 212-й статье. Следующие месяцы после референдума по Конституции и обнуление сроков Путина оказались насыщенными. Арест журналиста Ивана Сафронова, июльские обыски у сотрудников открытой России и беспрецедентное отравление политика Алексея Навального. Недавно Верховный суд Карелии увеличил приговор историку Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет колонии. Главу Карельского мемориала изначально обвиняли в изготовлении порнографии и хранении оружия. Однако вскоре появилась и статья о насильственных действиях сексуального характера. Тренд набирают и увольнение неудобных сотрудников ведущих вузов страны. 2020 год становится временем сбывающейся российской антиутопии. Многие эксперты уверены, что до террора, который проводили большевики в ходе гражданской войны против классовых врагов, еще далеко. Но комплекс карательных мер, который используют на устранение лидеров оппозиции, гражданских и политических активистов, вовсе работает. О политических репрессиях в 2020 году, говорит и политический активист Алексей Миняйло. 2020 год пока мягче, чем 2019. В 2019 политический прессинг именно по политическим делам был значительно сильнее, чем в 2020. Общество уже начинает привыкать к таким мерам. И удивление, как 3-4 года назад, например, бесконечные обыски, посадки и другие репрессивные действия уже не вызывают. Есть ли у России возможность избежать судьбы антиутопии? Затормозит ли власть маховик репрессий? И не превратится ли все это в реальный политический террор? У нас в гостях сегодня автор недавно вышедшей антиутопии под названием «Агами». Алексей Федяров, правозащитник, юрист и политик Леонид Гозман. Добрый день. Алексей, ну, во-первых, поздравляю вас с выходом книги. Это, я понимаю, вторая в диалоге книги «Первая с Фумато», «Часть вторая Агами». Вы описываете воображаемую, но, мне кажется, вполне возможную Россию. Это какого? 2044 год? Ну, данная книга, да, 2044 год. Если коротко, скажите, что это Россия, в которой власть захватили чекисты, и она поделена на некие зоны, кластеры, куда высылаются несогласные люди? Ну, скорее, в Россию, в которую все-таки пришел внешний контроль, а тем, кто сейчас у власти оставили возможность контролировать это население, которое не интегрируется в новые условия. Вот так скажем. И люди высылаются, так сказать, в зависимости от, как бы, их степени несогласия, опасности для режима на различные километры удаления от Москвы. Да, да, да. То есть тем, кто сейчас руководит этим, тем, кто, собственно, организовывает репрессивный аппарат, дана возможность, как предусматривает эта книга, довести свое дело до конца, но не распространяя это как-то дальше границ, которые будут определены. Вот вам население ваше, с которым вы хотели делать то, что вы хотите, ну и делайте. Вот так. Вас не пугает жанр антиутопии, что мы живем в такое время, когда антиутопии сбываются, скажем, если посмотреть на Сорокина, например? Да, Сорокин удивительный угадал очень во многом, да. Вы знаете, пугать, наверное, ничего не пугает. Как можно испугать тем, что может случиться человека, который четверть века работает в уголовном праве, причем как с той, так и с другой стороны. Вы понимаете, тут же и мышления разные, языки разные даже у тех людей, которые работали, скажем, в следственных оперативных органах и те, кто там не был. И то, что я описываю, те события, которые происходят с героями, которые так или иначе связаны с спецслужбами, в основном они взяты из реалий, ну как-то, может быть, гиперболизированы, как-то приближены к тем реалиям, к тем условиям, которые я описываю в книге. Но, тем не менее, это все то, что может произойти и сейчас, и происходит сейчас. Леонид, а у вас есть такое ощущение сбывающихся тентопий? Или это такое типичное либеральное интеллигентское сгущение красок? Ну, вот, так сказать, действительно, и Орваловские посмотреть, в какой-то степени и Кавкианские, я уж не говорю, так сказать, и Сорокинские, и Пелевинские с точки зрения цифровых технологий. Ну, заметно, еще был такой, помнится. Нет, знаете, мне кажется, вот что. У нас не то, чтобы сбываются какие-то прогнозы, то, скорее, наоборот, так сказать, вот эти вот такого рода замечательные книжки, они появляются как ответ на наблюдаемые тенденции, естественно. Да, ведь это не то, что вот там человек сидит, придумывает, как бы мне какую-нибудь гадость придумать про родную страну, да? Нет, он просто смотрит, что происходит. И вот это описывает. И проецирует. Маленько гиперболизирует. Да, ну, вот оно вот так вот и получается. Да, и Орвал так писал. Все так писали, которые писали Ткевич. Но мне кажется, что здесь лучше, на самом деле. Знаете, не могу точно процитировать эту фразу, что вот будет дано вам по вере вашей. Вот как там это было сказано, да? Вот мне кажется, нам дано, дается по вере нашей. Мы верим в то, что для России естественен авторитаризм, естественна диктатура. Мы верим в то, что для наших сограждан естественно быть рабами, подчиняться самовластью, там, ну и так далее. Вот мы в это верим. Это внутри. И это не просто проблема вот этой реинкарнации, реинкарнации палачей, там, вот, которые там себя чекистами называют. Да, это не только проблема тех, кто нами правит, и их образы мира, и чего они хотят. И это проблема половины людей, которые по улицам ходят, на самом деле. Нормальных людей, да? Которые вообще ничего этого не хотят. Они вообще хотят, чтобы их не трогали и прочее. Но вы их спросите, а когда Россия развивалась, так уж вверх так шла и так далее, они вам скажут, при Сталине, конечно, да, при вот таком вот крутом, да, Иван Грозный, он же сколько там расширил там чего-то, то, что он там Ливонскую войну вел, не знаю, за какой дурью, да, 25 лет проиграл ее. Это как никто и не помнит, да. Вот Казань взял, ну взял. Вот, то есть, понимаете, значит, на самом-то деле, на самом-то деле, на самом-то деле, что удивительно, на самом-то деле, рост России, когда он бывал, действительно, развитие, позитивное развитие, было на волне либерализации. Был такой небезызвестный экономист Ульянов Ленин. Он писал, что после великих реформ царя-освободителя Россия развивалась поистине американскими темпами. Это Ленин писал, понимаете, это не либералы сказали. Вот, то есть, на самом-то деле, на самом-то деле этого нету. Нету этой предопределенности, нету того, что история России это только Орда, Грозный, Сталин, там, и так далее. Да нет. Но, тем не менее, если сказать, если посмотреть все эти циклы, я понимаю, что это такие самосбывающиеся пророчества, сконструированная идентичность, но колесо крутится. Россия каждый раз цикл реформ кончается циклом контрреформы и очередной антиутопией. Да. Как сейчас, перед нами, у нас на глазах произошло за эти 30 лет. Несомненно. Полный оборот красного колеса. Несомненно. Но, чтобы не пойти повеситься сразу, я вам возражу, что каждый цикл контрреформ заканчивается либерализацией. Вот. То есть, на самом-то деле, это действительно циклы, это действительно борьба, это действительно маятник. Но просто так то, что эти циклы находятся за пределами человеческой жизни, и сколько нам ждать сейчас в периоде заморозки, так сказать, в этом родильнике. Извиняйте, дядьку, это как бы, я не знаю. Но, на самом деле, когда вот говорят, очень многие говорят, что смотри, мне это мои друзья говорили много раз, значит, смотри, мол, вот мы их каждый раз проигрывали, да. Там князя Голицына с его этими, как, господи, как же их называли-то, ну, ограничениями, которые он дал. Кондиции, да, да. Значит, его в крепость посадили, да, а кондицию Анна и Анна изволила и задрать, да, а Александр Второй так пришел, Александр Третий, ну, и так далее, да, вот это мы все знаем. Но, с другой-то стороны, с другой-то стороны, у них-то тоже никогда не получалось окончательно все это дело угробить. И после них приходили мы. То есть, история России, конечно, так сказать, трагичная и тяжела, но в ней нет такой однозначной победы вот этих негодяев, понимаешь? Есть как-то, да, вот это вот однозначное воспроизводство тех же исторических циклов век за веком все, как писал Чаадаев, что Россия преподает миру какой-то урок. Алексей, все-таки я хочу к вашей антиутопии. Там очень сильна власть чекистов. Вот сейчас действительно мы уже, так сказать, она задает такой большой шаг и глядя на то, что с нами произошло за эти 30 лет. И глядя на 30 лет вперед. В этом действительно очень сильна роль КГБ и ФСБ. Как некий внутренний драйвер перемены того, что сейчас с нами происходит. Тяга, вернее, даже не тяга, а установка на едином начале, на единую власть, она заметна последние 20 лет. И это несомненно производная от того, как осмысливает вообще власть спецслужбы, государственная безопасность в нашей стране. Вы посмотрите, закон, федеральный конституционный закон, проект последний о правительстве Российской Федерации. Оттуда таинственным образом исчезли термины федерализм и разделение властей. Но введен новый термин, это единое правовое публичное пространство. То есть единство публичной власти. Что такое единство публичной власти? Что под ним может таиться? Где там разделение? Где там сдержки и противовесы какие-то? Не может спецслужба руководить всеми институтами государственной власти, исполнительной власти, судейской власти в стране. Но наши спецслужбы стремятся именно к этому и стремятся крайне эффективно и успешно. И сейчас, на данный момент, и я об этом там пишу, каким-то образом упоминаю, вот она, наступает полная и абсолютная победа, вот, пожалуйста, мы контролируем все. От гидромедцентра заканчивая конституционным судом. Мы контролируем все. И что? А почему-то раз все встало. А почему все встало? Потому что не может лейтенант ФСБ руководить колхозом. Не может. Клубом, может быть, может. Но колхозом не может. Даже небольшим. Не важно, что будет производить колхоз. Там табак будет выращивать или огурцы. Не может им заниматься лейтенант КГБ. Этим должен заниматься агроном, управленец, менеджер. А лейтенант КГБ должен следить, чтобы ему никто не мешал. Ну, и если это воспринимаем мы как внутреннее дело страны за безопасностью, которую смотрит Комитет государственной безопасности, Федеральная служба безопасности. Абсолютно без разницы, кто. То есть мы не берем стольку внешней разведки. Пусть они занимаются тем, чем занимаются. Где пределы влияния тайных служб, специальных служб. Об этом же много написано. И об этом написано много у кого из хороших, настоящих мыслителей. Об этом же прекрасно и Войнович писал. Кстати, прогнозы Войновича. Как Леонид заметил, описание Войновича тенденции, как они сбываются. Москва 2042. Посмотрите, ну, отец Звездонин. Да, боже мой. Там один в один полное совпадение местами есть. Просто абсолютные, полные, исключительные совпадения. И вот это перерастание вот этой пластичной идеологии псевдокоммунистической. Она же псевдокоммунистическая, псевдосоциалистическая. Это идеология. Посмотрите, по Рублевке проедите. Вот они все бывшие комсомольцы, коммунисты, редакторы Стенгазет. Вот они все на Рублевке. И вот они руководят там всем, начиная от Следственного комитета, заканчивая. Очень мне нравится то, что гидравитационные центры тоже они руководят теперь. Службы исполнения наказаний. По сути, судами. Сама по себе система прикомандированных сотрудников. Ну, где это в мире видно, что официально прикомандированные сотрудники. Вот у нас в налоговой службе. Они везде. Есть официальный запрет на ведение агентурной деятельности в судах и в прокуратуре. Но она как велась, так и ведется. Вот так вот по щелчку, пожалуйста, любая информация и любое влияние на то, чтобы... То есть государство, государство спецслужб. Или даже, скажем, одной спецслужбы. Государство одной спецслужбы сейчас... Я не вижу, что сейчас, на данный момент, это завершено полностью. Но к этому уйдет. И когда это завершится, наступит коллапс, потому что спецслужба не может руководить всеми институтами государства. Я вспоминаю старый случай, который мне еще известен от старых прокурорских сотрудников, тех, кто работал еще при Советском Союзе, когда в одном региональном управлении КГБ передавался случай как предостережение, что хотели возбудить уголовное дело в отношении руководителя одного металлургического завода, но не смогли. Потому что, когда пришли в обком, и в обкоме все согласовывали в узком секретном круге, министр тяжелой промышленности поставил визу, что он против. Министр промышленности. Представляете, сейчас Минэкономразвитие говорит, что я против возбуждения уголовного дела в отношении Обызова, к примеру. И он следом идет в Лефортово. Следом. Соседнюю камеру может в одну. Если они не по одному делу. Говорит о степени влияния спецслужб. Леонид, вы как считаете, Алексей сейчас очень точно описывает, в том числе и то, что заканчивается разделение властей. Действительно, 2020 год, если подумать, структурно, системно страшный год. Это окончание Конституции, окончание системы разделения властей, окончание выборов, подмены их, абсолютные профанации, голосование на пеньках. То есть вынули фактически основы нашей жизни, которые были в течение последних 30 лет. Как вы считаете, это план, к этому шло, или это спонтанная реакция, вот как бы система так среагировала, а вот такие вот условия сложились. Вот вам коронавирус, вот вам Беларусь, вот вам сейчас подходящие условия, и давайте мы создадим такие условия для преемственности власти. Или все-таки это некий такой the grand strategy, большой план, и все шло к такому вот оформлению государства спецслужб? Ну, я не думаю, чтобы у них был такой уж большой план, так надолго вперед. Они не производят впечатления людей, которые там планируют на 30-40 лет вперед. Вот как-то вот мне кажется, что они такие более реактивные такие, вот как амеба. Вот она ползет там, нашла что-то съедобное, она сидит возле этого, и пока не съест, она вот там и сидит. Вот, да, просто у них заканчивается то, что они едят, и поэтому они вынуждены куда-то перемещаться. Значит, мне кажется, что есть две тенденции, два фактора одновременно. Во-первых, фактор чисто ценностный. Вот они, вот этот парень, значит, на экране, который сейчас, да, они, конечно, вот они говорят про традиционные ценности. Я много раз спрашивал, ну, его я не имел возможности спросить, а спрашивал всяких там их пропагандистов и так далее. Ребята, ну, окей, хорошо, защищать будем до потери пульса традиционные ценности. Ну, мне объясните, в чем они? Они говорят, мы против гомосексуальных браков, окей, понял, записали. Вы против гомосексуальных браков, что еще? За что вы, ребята, за что? Вот, они толком сказать не могут. На самом деле, вот если проанализировать, чего они говорят, на что они реагируют бурно, там, отрицательно, положительно и так далее, традиционная ценность – это самовласть, это государство самовластия. Вот правильная организация жизни – это вся власть в руках начальника. Причем на всех уровнях, на всех уровнях, то есть, там, помещика по отношению к христианам, вот, и это хорошо, тогда все будет хорошо, тогда будет порядок, на самом деле. Просто помещик должен быть добрый, ну, это, само собой, а тиран всегда добрый. Вот, президента, семьи, вот, семья, в которой, значит, все подчиняются, ну, и так далее, да. Вот, это была их такая ценность. И к этому, конечно, вот это им, то, что им нравится. Понимаете, вот нравится, поэтому, когда вот есть какой-то выбор, вот, сюда или сюда, пусть он даже не такой страшный и исторический, как с разрушением Конституции. Любой, любой мелкий выбор, любой мелкий законопроект идет, и так далее. Ну, вот есть вот это вот красиво и некрасиво. Вот это красиво, когда самовласть, это приятно, да. Вот, а второе, мне кажется, что они столкнулись в последние годы с пониманием, это дошло до них, в конце концов, да, вот, когда жирафа долго шло, дошло, в конце концов, что у них ни черта не получается. Что они теряют контроль. Выборы провести не могут это, не могут это, не могут, ну, вот, просто вот совсем ничего не получается, да. А в острой ситуации, а что делать? Делать то, что тебе кажется, как бы, экзистенциально правильно, да. Вот, а экзистенциально правильно, это самовласть. То есть, реакция, реакция на утрату контроля. Реакция на утрату контроля плюс ценностная база. Вот, ценность самовластия, она внутри них сидит. Вот, вот, к сожалению, она выходит за пределы вот этого узкого круга управляющих людей, да, она у многих существует в сознании. Ну, она, да, она в целом, это как бы самовоспроизводящаяся матрица, которая, так сказать, сверху донизу до любого предприятия. Да не только предприятия, до любого человека. Ну, не любого, конечно, но значительной части людей правильная жизнь, это самовласть. Почему, допустим, опора Владимира Владимировича Путина, такая электоральная опора, ну, это прям самая надежная, 65+, маленькие города, да, значит, они что, за него голосуют? Нет. Сменится портрет? Они голосуют за другой портрет. Ну, они, да, они голосуют за уклад. Они голосуют за матрицу. Правильный уклад, это когда он там наверху, все решает, ну, особо не свирепствует, нам жить дает, чего-то там подбрасывает, как говорила воспоминания Надежда Яковлевна Мандельштам, ее хозяйка, где она угол снимала, что вот нам-то хоть иногда селедки подбросят и керосину, а каково же рабочим в капиталистических странах. Вот, это вот у Надежды Яковлевны записано, понимаете, 38-й год. Иногда что-то подбрасывает. Замкнутый круг. Замкнутый круг самовласти, замкнутый круг антиутопии, вопрос, где из него выход. Вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об антиутопиях, о том, как они сбываются в России 2020 года, о том, как они описаны в книге о гамме Алексея Федярова, который сегодня у нас в гостях, и о жертвах антиутопии, о том, о новом круге репрессий. Который начался в 2020 году. С муниципальным депутатом Юлией Галяминой, дело которой сегодня буквально слушалось в Тверском суде, расковаривает наш корреспондент Антон Сергеенко. Депутаты Продолжение следует... 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 И я смотрю с оптимизмом на будущее России, потому что я знаю, что россияне, они хотят хороших вещей, а то, что они пока не умеют это достигать, это вопрос времени, это вопрос того, что мы должны активнее им помогать в этом, мы должны показывать пути, мы должны консолидировать свои усилия, мы должны проявлять солидарность. И я думаю, что вот мое дело, оно является таким тоже способом проявления солидарности разных людей. Муниципальный депутат Юлия Галямина, дело, которое слышалось сегодня в Тверском суде, и было перенесено на 3 ноября, как пишет она, в связи с ситуацией с коронавирусом и невозможностью обеспечить открытие судебного процесса. Алексей, репрессивность, которую мы наблюдаем в 2020 году, лето и осень 2020 года, это связано с конституционными изменениями этого лета? Нет. Абсолютно нет, это проявление тенденции, которая длится уже давно. Леонид отметил абсолютно точно про электорат действующей власти, это абсолютно сервильный электорат, который будет голосовать за уклад, который будет голосовать за любой уклад, который будет, просто за любой абсолютно. И ссылаться на них, говорить о том, что, извините, нас поддерживают, условно говоря, ну, железно 30%, даже по самым негативным оценкам нельзя, потому что эти 30% будут поддерживать кого угодно. И они поддерживают тех, кто им подбрасывает, то есть будут те, кто приносит им пайку. И это цель этого репрессивного аппарата, чтобы жили люди так, как положено жить на зоне. Вот у тебя пайка три раза в день, ты ее ждешь, зато ты знаешь, что она точно будет. Вот эта стабильность наша, это стабильность балланды. Был еще, вернее, остался еще стремительно сокращающийся пласт поддерживающего электората, это те, кому перепадали крошки. То есть, несут что-то из страны, не все удерживают, просыпается что-то. И вот эта вот часть, которая подъедала вот эти крошки, какой-то средний местами и крупный бизнес, который мог существовать на госконтрактах более или менее, не ложась под эти монструозные государственные корпорации, псевдо-бизнес-структуры, у которых нет цели извлечения прибыли, например, из торговли газом, но есть цель извлечения прибыли из строительства трубопроводов. Сейчас этот бизнес сокращается стремительно, потому что, собственно, не перепадает, крошки перестали выпадать. А репрессивность? А как без нее теперь? Вот как теперь без статьи 212.1? Покойный Сергей Шаров, один из наших лидеров, лидеров нашего движения, он говорил о том, что эта статья заблокирована временно, и он оказался прав абсолютно. Он говорил о том, что, и с ним спорили, но он доказывал, он говорил, что эта статья оживет, и она будет одной из самых живых. Участвует Галямина. Да, Галямина, я знаю, мы с ней знакомы, это удивительно сильный человек, несмотря на свой обманчивый интеллигентный внешний образ, это удивительно сильный человек, стальной человек. Я абсолютно уверен в неконституционности и вообще в абсолютной глупости этой статьи 212.1, но без нее сейчас никак. Понимаете, эта статья, это самая простая дубина уголовная из всех возможных уголовных дубин. Ничего же не надо доказывать. Вот два раза человек вышел, и все, и все. А вы посмотрите, как стали говорить даже адвокаты. Ведь фраза «неразрешенный митинг», «неразрешенная акция» стала абсолютно обыденной даже для юристов, даже для адвокатов. Хотя, ребята, ну посмотрите, мирные собрания разрешены и Конституции, и Европейской конвекции, и Пактов о международных правах везде разрешены. Их нельзя запретить, их нельзя разрешать, их можно только согласовывать или не согласовывать. Но вот у нас чистое орловщина. Согласование заменили на разрешение. И теперь ты везде слушаешь, даже в правозащитных тусовках, акция неразрешенная, ничего жалобиться, собственно. — Леонид, а вы тоже не видите связи между обнулением и новой Конституцией и всей этой новой реальностью, в которой мы оказались? — Ну я бы сказал, что есть латентная переменная, которая повлияла, и знаете, когда корреляционные связи, то лучше не значит, что одно влияет на другое. Бывает латентная переменная, которая повлияла и на это, и на это, да? Вот мне кажется, что вот есть латентные переменные, это их растерянность, это их стремление к самовласти. Алексей совершенно прав, они не могут без репрессий. Поставьте себя на место Владимира Владимировича Путина, и вы поймете мгновенно, что иного пути, кроме репрессий, нету. Или ему надо выйти на лобное место, покаяться перед народом и пойти в монастырь, и он до монастыря не доедет, его арестуют раньше. Так что куда ему деваться-то? Вот да, он может и не хочет, а приходится. Я думаю, что вот эта вот депрессия, которая есть... — То есть нерепрессивного пути эволюции режима теперь больше нет? — Нет, я больше не верю, к сожалению, очень хочу ошибиться, но я больше не верю в мирный способ выхода из этой, из той части тела, где мы с вами все оказались в воле судеб, к сожалению, да? — То есть Белоруссия показывает, Беларусь показывает сценарий? — Беларусь показывает сценарий, Беларусь меньше нас. Беларусь более европейская, чем мы. У Беларуси больше шансов, чем у нас, значительно больше шансов, чем у нас. Вот в Беларуси есть еще вот эта идея освобождения от нас, да? Хоть там это... — Это не так сильно, как в Украине, конечно. — Не так сильно, но есть, но есть, есть, есть. Там мне вот говорили мои друзья, что пожилые люди, которые белорусский язык знали пассивно, теперь у них спрос на самоучителей, на что-то, они хотят освоить белорусский язык. Они пытаются на нем говорить, хотя они раньше на нем не говорили, да? То есть у них растет национальное самосознание. — Да, рождение белорусской нации, политической нации. — И во многом благодаря политике Москвы. — Благодаря Владимиру Владимировичу Путину, как в Украине. — Ну, прежде всего, Лукашенко, конечно, я думаю. — Нет, Лукашенко тоже помог. — Нет, Лукашенко — великий человек. — Ну, знаете, вот что мне кажется, я, вообще-то говоря, уже давно никакой не политикой, потому что политикой кто-то борется за власть, я не борюсь, да, но, вообще-то говоря, я психолог. Вот по счету депрессии, да, вы спросите, на счету депрессии. Значит, депрессия возникает, в частности, один из механизмов, да, это когда вы считаете, что развитие, ну, вот ситуация предопределена, и эта предопределенность вам не нравится. Ну, она вам не нравится, да, а сделать вы ничего не можете. Поэтому, на самом деле, очень важный момент, очень важно для всех нас понять, что мы не обречены, как страна. Понимаете, я сейчас не про то, надо завтра проводить такой митинг или сякой митинг, я не про тактику такую. Мы должны поверить, и это правда, что вот нет той предопределенности, с которой мы с вами начали, что вот так вот мы будем ходить всегда по кругу, и всегда вот мы будем прыжки из мрака в мрак, как пел Ким, и так далее, да. Значит, у нас есть возможность выбора своего будущего. Есть примеры стран, которые смогли это сделать, которые казались предопределены, а они вдруг изменились, да, там Япония, допустим, да, которая была отсталой феодально-сельскохозяйственной и так далее. Ну, или, допустим, на нашем пространстве грузинские менты были самые коррумпированные менты Советского Союза. И как-то казалось, что это непреодолимо вообще. Вот. Ну, Саакашвили, опа, и сломал это дело, к чертовой мать. И даже его противники говорят, вот, что он сделал, он сделал вот это, вот это до сих пор. Они до сих пор взятки не берут. До сих пор в Грузии не берут взятки. Ну, там, да, там осталось настроение Миши, очень сильно держится, да, и уважается. Совершенно правильно. И понимаете, должна быть вера, она объективна, должна быть не в том, что она должна быть, потому что она действительно есть, это реальность. Ну, как реальность то, что взлеты страны были связаны не с Иваном Грозным, а с Александром Вторым. Вот. То есть совершенно все другое. Должно быть понимание того, как много зависит иногда от одного человека. От одного человека, от его действия. Вот его действия. Смотрите, как много сделали диссиденты наши. А что они сделали, казалось бы? Они сказали правду. Сказка о голом короле страшна не тем, что часть подданных его величества по конформным соображениям, по соображениям безопасности, делали вид, что они соглашаются с этой дурью, которая сверх ушла из королевского дворца. Это нормальное дело. Мы так соглашаемся, очень многие соглашаются в корпорациях, например. И у нас, и у них в корпорациях есть свой противный дух, и многие с ним соглашаются. Страшна сказка о голом короле тем, что часть подданных его величества видели его новое платье. Действительно видели. Да, идеологическое видение такое. Вот они видели. И поэтому, когда мальчик сказал, что он голый, это как шарик проколоть. Вот воздушный шарик. Маленькую дырочку сделали. Ну, вопрос в том, где точки выхода из этого морока, где точки выхода из этой реальности. Как минимум надо говорить, что это голый. И потом, слушайте, личная ответственность. Знаете, меня всегда, больше всего меня из таких точек в истории России, маленьких точек, меня, знаете, что ужасает. Вот покушение на Александра Второго. Последнее покушение, я имею в виду, уже на Екатерининском канале. Первая бомба, брошенная Русаковым. Рядом с ним государь только что контужен, по всей вероятности, не более того. Рядом с ним полковник Дворжецкий, если не ошибаюсь, полицмейстер, который как бы его сопровождал. И он его просит уйти. Что, ваше величество? Уйти надо, уйти. А царь почему-то не уходит. То он к Русакову пошел разговаривать, то он вообще там что-то стал прохаживаться по каналу. Вот и дождался Гриневицкого. Дождался последней бомбы. Если бы полковник Дворжецкий, по-моему, фамилия, да, если бы полковник Дворжецкий вот понял, что его долг подчинения царю менее важен, чем его профессиональная ответственность. Взять его, кинуть в сани, забыть, что он император. Кинуть в сани. Там солдат было нормальных. Ну да, роль одного человека. И увезти оттуда. Слушайте, конституционная монархия у нас бы была. И может быть не было бы 17-го года. Тут много как бы. История России осуществляется железная необходимость через часть, через цепь случайностей. Это правда. Да, да, да. Нам Гегеля по этому поводу надо спросить. Алексей, к вопросу о терроре. А насколько вообще, как долго может система и может ли она функционировать в режиме террора? Ведь посмотрите, Лукашенко, ну получается более-менее. Ну ходят они, ну зима будет. Я со всей симпатией к белорусским друзьям и так далее. Дай бог, чтобы все получилось. Но я пока, скажем, в Беларуси не вижу выхода из этой парадигмы террора. Вот он немножко отпустил вожжий. Вот вот этот совершенно комедийный, парадийный. Сидит он за общим столом в СИЗО. Немножко людей после этого выпускает. Но террор-то продолжается. И это может быть парадигмой белорусской жизни на много лет вперед. Так что вот вы как специалист с проблемой насилия работающей. Это работает? Это может действительно на много лет работать? Я, наверное, аналогию приведу из спорта. Вот смотрите, любому нормальному человеку, который только-только начинает заниматься единоборствами, борьбой, там грэплингом, либо дзюдо, либо самбо, либо вольной борьбой, кажется неестественной борьба в партере. Она неестественна для нас вообще по определению, для человека прямоходящего. Но борьба в партере абсолютно естественна. И более того, она занимает большую часть поединка для мастера дзюдо, для мастера самбо, для мастера вольной борьбы. Вот все решается в партере или в партере. Ну в партере в данном случае, как мы воспринимаем. Есть такое ударение, я всегда думаю в партере, но вы как специалисты в единоборствах, наверное, лучше знаете. Здесь мы видим классическую ситуацию, когда нам кажется, что это должно закончиться. Но здесь специалисты партера, для которых это естественная, нормальная ситуация. И в партер чем интересен? Ты в партере не можешь стратегически выстроить план борьбы на поединок. Потому что в партере ты действуешь реактивно. Вот он открылся, вот он отдал шею или отдал спину, ты зашел, взял, пошел на удушающий. Или отдал руку, ты пошел на болевой. И здесь вот тоже, вот мы перешли в конце 90-х, как страна, в партер. Перетащили в достаточно комфортную для себя позицию. И боремся с соперником. Мы же предполагаем, что у нас соперники, западный мир у нас соперник страшный, сильный, большой. Мы его перетащили в партер и возимся, 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 возимся. И он оттуда встать не может. Посмотрите бои великолепного борца Хабиба. Вот его соперники не могут встать. И здесь запад тоже, но он не может встать для того, чтобы взять и перевести бой в стойку и закончить его. То есть короткий ответ, это может продолжаться, эта ситуация в партере, в партере может продолжаться довольно долго. А весь поединок может, да, и потом закончится удушением. Ну мы видим множество режимов, их эволюцию, их распад, которые живут за счет террора. Ресурс, должен закончиться ресурс. У борца заканчивается физическая сила партера, потому что съедает огромное количество энергии. Но наша сила закончится, когда у нас перестанут покупать нефть и газ, углеводороды. И все. И после этого бой нужно будет переходить и переводить в стойку, либо заканчивать, либо соглашаться с условиями. Ну и в этом отношении новая силовая парадигма, в которую Россия окончательно попала в 2020 году, может оказаться достаточно длительной. Продолжим буквально через мгновение. Программа «Археология» обсуждаем сегодня российский 2020 как год сбывшейся антиутопии, репрессивной антиутопии, авторитарной антиутопии. Антиутопии, которая описана в книжке «Агами» Алексея Федярова, который сегодня у нас в гостях. И о том, насколько важен террор для современного российского режима. И является ли это вообще террором, рассуждает политолог Кирилл Рогов. Ну, мне кажется, что террор – слово более сильное. И я бы его в данном случае не употреблял, по крайней мере терминологически. Это слово предполагает насилие, такое мощное насилие, которое рассчитано на такое массовое устрашение. И это не то, что мы наблюдаем. Мы наблюдаем довольно регулярный рост репрессивности авторитарного режима. Что характерно для подобных режимов на данном уровне их консолидации и, так сказать, их трека такого политического. Репрессии носят довольно массовый систематический характер. Но они не столь жестокие в основном. За исключением нескольких анклавов, например, в Чечне. И некоторых случаев таких экстремальных, вроде попытки убийства Алексея Навального. Обычно они ограничиваются такими вполне регулярными и не очень кровавыми мерами. Это в основном судебное давление, давление следствия, реже реальные заключения под стражу, административное давление. Вот примерно систематически это примерно так выглядит. Но я не думаю, что здесь есть какой-то момент. Здесь есть некоторое систематическое увеличение давления репрессивного и увеличение случаев. Обычно этот рост связан с административными решениями. Вот сколько вы штаты людей, которые получают зарплату за то, что они преследуют активистов и нелояльных режимов людей, набираете? И сколько им ставите задания? И они потом как-то это выполняют. Причем совершенно по барабану. Есть причина, нет причины. Не то, что есть причина, нет причины. А причины начинают сдвигаться. Если людей, которые наняты в эти структуры, во всякие центры, которые в ФСБ поручено заниматься давлением на активистов, если их много, им нужно выполнять какие-то большие планы, они будут придумывать все новые и новые формы давления и поводы для давления, чтобы отчитаться о своей эффективности. Так что такая бюрократическая вещь. Но действительно у общества не хватает сил, чтобы на все это реагировать, и что-то становится обыденным. Политолог Кирилл Рогов в разговоре с Антоном Сергеенко. А я сейчас хочу вспомнить то, что говорил Леонид, как раз вот как психолог, да? Ситуация депрессии – это ситуация предопределенности, из которой нет выхода. Ну, один из вариантов. Да, да. И вот то, что произошло, до сих пор у меня это стоит в глазах, мне кажется, одно из самых страшных и самых значительных событий этого года – это самосожжение Ирины Славиной в Нижнем Новгороде. Это вот именно тот самый случай. И вы знаете, я здесь хочу провести параллель с другим совершенно известным самосожжением Яна Палаха в Праге 1968 года. Да, да. Но там было несколько, там несколько было, по-моему, 12 человек там в Чехии покончили самосожжением. Извините, если я не прав, это сейчас надо будет уточнить, там у меня в голове была эта цифра. Вот то же самое. И вот я хочу о чем поговорить, потому что политика и происходящее после 1968 года в Праге под руководством Гусак, а затем уже, да, когда Дубчика сняли, называлось нормализацией. И вот то, что происходит в России сейчас, это тоже своего рода нормализация. У них была своя нормализация и свое самосожжение, а в России сейчас своя нормализация и свое самосожжение. Конечно. Конечно. Это всегда возвращение к тому, что начальство считает нормой. Вы знаете, когда вот... Причем мы недооцениваем того, мне кажется, что начальство верит во многие вещи. Вот мы их видим только такими злодеями, да, что правильно, конечно, да, но они не только злодеи, у них есть еще свои взгляды. Эти взгляды надо понять, не чтобы с ними согласиться, а чтобы, так сказать, понимать, кому мы противостоим. Вот Александр Третий, когда понял, что он умирает в Ливаде, он написал некий текст, адресованный наследнику будущему императору Николаю II, да. И этот текст, он там висит на стене, да, он вообще в интернете доступен и так далее. Значит, что говорил умирающий Александр, Александр Третий? Он говорил, храни самодержавие. Вот главный месседж, храни самодержавие. Никаких конституций, никаких вот этого вот всех западных дури вот этой не должно быть. Это человек на смертном адре писал. Понимаете, он верил в это, он действительно в это верил. И вот они верят в самовласть. Они верят в то, что люди сами не способны ни на что. Вы посмотрите, что они говорят. Народ выходит в Беларуси, да, выходит народ. Ну, как вообще, героические люди какие-то, что он восхищение вызывает. Их вывели. Народ не выходит сам. Его выводят за печеньки, обманом, еще как-то. Ну, причем как они говорят? Ну, мы же с вами понимаем, что люди сами не могут это сделать. Ну, мы-то понимаем, мы-то умные люди понимаем, что те, которые там внизу болтаются, они же вообще ничего не могут. А дальше, естественно, логично было, что они же не понимают, сколько надо гвоздей сделать. Поэтому нужен госплан, который определит, сколько гвоздей таких, таких, таких. И так далее. То есть это, да, это норма. Это норма. К вопросу, Алексей, к вопросу о нормализации. Вы знаете, из того, что произошло с нами в минувшее лето, вещь, которая меня тоже глубоко извила. Не само даже отравление, хотя, естественно, отравление Навального, а то отсутствие реакции. Большой общественной реакции, то, что никто никуда не вышел, как это произошло, да. И то, что-то иногда даже доводится видеть, говорит, ну, а что, ну, он сам нарывался. Он, собственно, занимается оппозиционной деятельностью, занимается облачением. А что ты хочешь? И вот это, мне кажется, является частью нормализации. Нормализации террора, нормализации насилия люди уже воспринимают. Вы чувствуете вот эту вот перемену? Люди смирились. Я сравниваю реакцию на убийство Немцова и реакцию на отравление Навального. Это две разные страны. Да, абсолютно точно. Абсолютно точно. В любом случае, любая практика репрессивная становится нормой. Она в любом случае нормализуется. Сколь бы жестокой она ни была, Сколь бы жестокой не была. Ну, тут герцог Альба и Тарквимада не дадут соврать. Ведь инквизиция тоже считалась абсолютной нормой. Ну, повесили ведьму, ну, сожгли ведьму, ну, и хорошо. То, что казалось невозможным 15 лет назад, 20 лет назад, сейчас это происходит. Я вам рассказывал как-то о том, как я первый раз в жизни в 2002-2003 году увидел дело по 282, по экстремизму. Когда я сам был прокурором, и когда я взял это дело, а люди просто прошли по городу, и у них там были лозунги, типа, кого-то там утопить, кого-то в Волгу. И ребята из Лимоновцы, из НБП. И возбудили уголовное дело, потому что все там, ну, что вы, они идут по улице с плакатами с такими. Ну, помучались, собрали какую-то какашку. И решили проверить, а что скажут по этому поводу представители суда. Я сходил, представитель суда, женщина мудрая, она посмотрела на меня, кинула на слово, говорит, ты не приходи ко мне с этой ерундой. Не приходи. Вот если бы она осталась при должности, и было бы и сейчас, ну, предположим, что она может жить там, и работать до 80, до 100 лет, она бы осудила. Она бы осудила, это дело бы абсолютно, было бы обычным и нормальным для суда. То есть вот эта практика, которая казалась невозможной, нормализовалась сейчас. А где это происходит? Вот это здесь тоже, мне кажется, одно у нас сравнение нормализации Чехии после 60-х, Словакии после 60-х годов, другое дело Германии после 33-го года для их шальтунга. То, что у них называлось, политика для их шальтунга, вот это вот выравнивание, да, работа с вузами, работа с художественными институциями, работа там с профсоюзами. Где это, на каком, на каком уровне происходит? То есть сигналы расходятся по системе? На мой взгляд, если я могу судить об этом всем с точки зрения правоохранительной системы, которую я знаю хорошо, очень, и, собственно, в коммуникации с ней я и живу, взаимодействую с ней, я и живу. Пытал, а вдруг стал пытать, воспринимать пыльки как норму. Я считаю, что нормализация эта прошла исключительно грамотно, то есть эта спецоперация по нормализации и репрессии прошла исключительно грамотно путем уничтожения суда. То есть сначала мы уничтожили суд, таким образом ушел контроль. Направить в суд, вот почему я привожу пример с судом. Ведь сейчас этот вопрос, пойти согласовать с председателем суда, спросить у него, с учетом того, что он знакомый, знает тебя там 10 лет, сейчас такой вопрос не встает. Потому что следователь Следственного комитета знает, это не его проблема. Он направит дело в суд, а к председателю суда сходят специально обученные люди, которые при погонах, но без погонов всегда, они сходят, поговорят, зайдут, если надо, к нему в совещательную комнату. И будет у тебя сегодня 3 года Дмитриеву, а через месяц будет 13 лет Дмитриеву. И так будет правильно, и так будет правильно. Почему такое решение приняли? Все знают почему, все догадываются, но никто не скажет. Помимо всего прочего, вчера же апелляция по сети пензенской стояла, оставила приговор в силе, где люди пытками выбили доказательства, пытками. И это, по сути, это видят все, это видит каждый. Я уверяю, там нет в апелляциях, в уголовных, пока еще нет тупых людей. Туда еще не дошла волна судей, которые выросли из помощников и секретарей. Там еще сидят бывшие следователи, бывшие прокуроры, которые сами видели кровь потерпевших, трупы. Они знают, как расследуются уголовные дела. Сами знают, они сами все это проходили. И все, каждый судья в этой апелляционной коллегии прекрасно понимал и отдавал себе отчет, что он оставляет в силе приговор, основанный на недопустимых доказательствах, полученных под пытками. И все они считают это нормальным, во имя какой-то высшей цели. Нормализация. Вы знаете, к вопросу, Леонид, к вопросу еще о нормализации. Та вещь, которая опять-таки в этом году меня очень удивила, это то, что я для себя назвал нормализация Крыма. Люди поехали в Крым. Причем те, которые в 2014-2015 году говорили, да нет, никогда, которые репостили фотографии Сенцова, следили за его голодовкой, там что-то, может быть, делали в поддержку крымских татар. Но вот однако же, пандемия, закрыли границы, приоткрыли, лето, куда ехать? А вот он, Крым. А ребенка на море есть? Да, да, ребенка на море. У меня лично половина ленты бывших, так сказать, друзей, хороших знакомых, которые постят замечательные, веселые фотки из Крыма. Ну, слушайте, ну люди привыкают, люди не чувствуют собственной ответственности вообще, вообще ни за что. Ну, а я что, а что я могу, понимаете, а что я могу? Я говорю, одни и те же люди, да, как они меняются между 2014 и 2020 годом. Это происходит в человеке, конечно, происходит в человеке. Слушайте, ну, рядовые немцы не стояли в толпе, не кричали эти идиотские хальгитлеры, да, а потом стали кричать. Ну, что, а потом перестали кричать. Кстати, когда вы говорите о нормализации, то есть, ну, не вы, а вот в целом упомянули, да, нормализацию, это, на самом деле, очень правильное, я подумал, что это очень правильное слово, потому что она апеллирует, вот то, что Алексей, так что бы, это апелляция к тому, что в людях уже есть. Понимаете? Оно в людях уже есть. Тот опер, который раньше не пытал, а теперь пытает, у него внутри сидело, что, вообще-то говоря, пытать можно. Значит, можно пытать. Ну, и предшественниковый пытал, а еще и раньше пытали. Ну, были институты, да, были ограничения какие-то. Да, да, да. Ну, вот как-то вот, ну, сейчас как-то, сейчас как-то неправильно, да. Но тут разрешили. Вот, когда, у Галича эта замечательная песня, когда выходят памятники, чешут гипсовые обломки, да, это не обломки, так сказать, Сталина, понимаете? Вот он-то и делал, что нельзя сводить к вот этим палачам только, только к ним. Это внутри очень многих людей. Вот идея вот такого бесправия человека, самовластия начальника, да, что действительно вот то, что говорят, ну, а что он выпендривался Навальный-то, ну, что ж не понимал, что ли, да? То есть как бы так, есть он выпендривался, а начальник имеет право все, что угодно сделать. То есть вот не возникает такой мысли, подожди, ну, хорошо, может, он плохой человек, шантажист, баламут, как выразился Владимир Владимирович, там, и так далее. Ну, травить-то его нельзя, да? Еще немножко разные вещи, да? Не обязательно любить Навального, не обязательно одобрять то, что он делает. Можно соглашаться с тем, что он баламут, шантажист и еще кто-то, да? Ну, убивать все-таки, да, лишнее, да, как это с Политковской, да. А теперь можно, а теперь можно. Но ни у кого не возникает сомнений в том, что начальник имеет на это право. Это естественная вещь. Вы говорите, это почему не вызвало реакции? Вот, во-первых, поэтому, а во-вторых, потому, что никто не удивился. Вот что самое ужасное. Никто не удивился. Знаете, попробуйте сказать, допустим, представьте себе, что вот погибает какой-нибудь там сильный политический оппонент Ангела Меркли, например. Вот погибает где-то, какие-то непонятные обстоятельства, кто-нибудь скажет, вот не иначе, как вот она его убила, это она дала приказ. Ее противники, не ее сторонники, ее противники скажут, вы что, ребята, с ума сошли? Что она, мафиози, что ли? Ну вот, да, это одно из совершенно удивительных, одна из потерь, одна из потерь 2020 года, это потеря способности удивляться. Ну что ж, в заключение этого эфира, по-моему, это Вагричи Бахчинян, это он такие мемы множество производил, один из этих мемов был «Мы рождены, чтобы кавку сделать былью». И действительно, мы рождены, чтобы пока что история России разливается в таком ключе, что антиутопии сбываются и сбываются. И я хочу обратиться к автору антиутопии Агамии Алексею, что давайте напишите что-нибудь, где выход из антиутопии будет не через восстание на зонах, как у вас в книжке, да, такой спойлер может быть, а какой-то более институциональный, более, что ли, человечный выход из антиутопии, в которой оказалась Россия, потому что Россия действительно это страна текстуальная и живет по власти и по законам текста. Это программа «Археология». Оставайтесь с нами на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова